Благословен Господь и Бог Аминь! Наша непосредственная глава Эмор. Почему я хочу это сделать? Потому что в двух из этих глав говорится о Йом-Кипуре, и говорится о праздниках Господних, и говорится о священниках. Идет некая особая интересная часть, которая говорит о священниках, о роли священника в жизни еврейского народа. Но прежде чем перейти к этому, хочу спросить, задать каждому из нас такой вопрос. Кто сталкивался с понятием «безусловная любовь Бога»? Я думаю, что, наверное, все на этом месте, кто верует в Ишуа Мессии, понимают о том, что Бог возлюбил нас безусловной любовью. Для нас, верующих в Ишуа, это как раз знакомое понятие. Но что это значит? А значит это, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И Ишуа не пришел на эту землю и не сказал нам, «Вам надо исполнить то-то, то-то, тогда я пойду на крест Голгоф». Он пришел с планом и это сделал. Его шаг – это было действие Божьей благодати к своему творению, то есть непосредственно нам с вами. Но вы знаете, что я скажу? Что у безусловной Божьей любви есть условия. Это, конечно, звучит как парадокс, но после принятия благодати, которая как раз не имеет условий никаких, начинается этап заветных отношений с Богом. Вот уже в заветных отношениях с Богом есть определенные условия. И сам Ишуа, он говорил о том, что в Евангелии от Луки, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери своей, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет Христа своего и идет за мной, не может быть моим учеником». И в рассматриваемых условиях, определенные условия, в рассматриваемых в нами главах, мы как раз рассматриваемся условия заветных отношений. И мы видим так в главе о Хариму, вот после смерти Надава и Авиуда, что происходит. Это были молодые люди, которые решили прийти к Богу на своих определенных условиях. По своему усмотрению они внесли чуждый огонь во свечилище, и конец он их мы знаем. И Всевышний устанавливает для священников, которые как раз приближаются к Богу, входят в его непосредственное присутствие. Он устанавливает определенные условия. И эти условия показаны в рамках праздника Йом-Кипура, который был как раз средством восстановления отношений Бога и его народа. И Всевышний установил этот день, это и была его совершенная воля, это была его инициатива, чтобы как раз народ, он мог примириться, иметь мир со своим Богом. Этот праздник называют, мы знаем, что день искупления, и именно этот праздник, он указывает на грядущий день, когда Иешуа Машех, он умер за грехи народа на кресте Голгофы, для того, чтобы как раз человек, он имел и мир, иметь мир с Богом, он восстановил утраченные отношения, которые были утрачены в Эдемском саду. И нам с вами хорошо тоже известно, что Йом-Кипур, священник, один раз в год входил во святое святых. И, друзья, благодаря совершенной жертве Иешуа Мессии, мы с вами имеем возможность входить в непосредственное присутствие Бога каждый день. Вы согласны с этим? Для нас этот путь открыт. И мы с вами, по сути, являемся священниками. Писание об этом пишет. И как тогда были определенные условия для священников, для нас эти условия тоже имеются. Потому что иногда люди забывают о том, что Бог, Он великий, и Он Бог святой. И пытаются искать Бога по своему усмотрению. И как мы видим в наших рассматриваемых главах, особенно касательно главы Ахарей Мод, то там показаны три условия, которые были для первосвященника, который входил во святое святых. Какие это условия? Первое. Необходимо было принести жертву за свой грех, и необходимо было принести жертву всесожжения. Далее. Необходимо было сменить повседневную священническую одежду на, описанную в главе, на белую льняную, и омыть свое тело водок михвы. Это надо было три условия, которые должен был сделать первосвященник. Что это значит для нас с вами? Нам все-таки хочется знать, что это значит для нас. Во-первых, мы видим, что как тогда священнику необходимо было принести жертву, да? Написано, надо было принести жертву за грех. Но мы знаем, что за нас эта жертва за грех принесена, принесена Ишуа Машехом. Но есть условия. Надо не просто знать. Надо иметь полную веру. Не просто знание, что Ишуа это сделал. Надо в это верить. Я скажу, что Раф Шауль, он по этому поводу говорил интересные слова. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством Ишуа Мессии, путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полную верою, кроплению, очистив сердца от непорочной совести, и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен, обещавший. Нам необходимо иметь полную веру и искреннее сердце. Друзья, далее. Нам необходимо принести свою жизнь в жертву Богу, в жертву для служения Богу. Как священник приносил жертву всесожжения, должен был принести в Йом-Кипур, которая была благоухаянием, приятным, так и нам, каждому из нас, надо принести тела свои в такую же жертву. Об этом пишет, опять же, тот Раф Шауль в послании к римлянам, 12 главе, всем нам хорошо известные стихи. Итак, умоляю, братья, милосердием Божьим, приставить тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком си, но приобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Если мы этого не делаем, если мы не приносим наши тела в эту жертву, то наше служение, к сожалению, будет неразумным. И оно будет своевольным, как это было у Нодава и Авиуда. И конец мы их знаем. Во-вторых, что должен был делать священник? Священник должен был переменить одежду, он должен был одеть белую льняную одежду. И по этому поводу Рамбан говорит, эти одежды должны были напомнить ангела-служителя, а простая белая ткань символизировала святость этого дня. У нас, верующих в Ишуа Мессии, святость каждого дня. Потому что мы каждый день можем входить в Божие, непосредственно в Божие присутствие. И священник входил в присутствие, в этот день он входил непосредственно во святое святых, где обитал Бог. И, как я сказал, мы делаем это каждый день. И должны мы действительно понимать, что мы ходим перед святым Богом, который ожидает от нас святости. Бог ожидает от нас святости, потому что Он свят. И мы должны это понимать, ходить в святости не по нашему статусу, понимая, что Бог отделил нас из среды народов, чтобы мы были Его народом. Вот Бог отделил, и я по этому статусу, я понимаю, что я святой. Это должно быть наше внутреннее понимание, конечно. Но мы должны сами также отделяться от греха. Мы должны сами стараться жить святой жизнью, чтобы не запятнать наши белые одежды, которые были омыты и очищены святой кровью Иешуа Машеха. И написано в послании к евреям, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Бога. Интересен также факт, что перемена одежды у священника в Йом-Гипур, она хоть до определенного времени не была видна всем людям, но все-таки потом ее люди видели. Был момент, когда они видели, что священник был в этой белой одежде. И для нас это символизирует то, что наше общение с Богом, потому что священник в этот день, в этой одежде входил в присутствие Божие, наше общение с Богом и наша святость, она должна быть видна для окружающих нас людей, чтобы люди, смотря на нас, видели людей, не просто ходящих в церковь, не просто, как бы, что мы говорим, что мы верующие, нет, а действительно видели людей, которые своей жизнью свидетельствуют о том, что мы Божий искупленный народ. И Петр, говоря о нашем священстве, в послании Петра, он говорит следующие слова. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Наша жизнь должна прославлять Бога для неверующих людей. И это очень важный момент. И в-третьих, священник должен был омыть тело свое. Вы знаете, традиция говорит, что в Йом-Кипур священник омывался пять раз. Пять раз он омывал свое тело. И как мы знаем, омовение было частью очищения от ритуальной нечистоты. Священник омывал свое тело, чтобы войти в Божье присутствие как раз в состоянии чистоты. Я имею в виду ритуально. Это не было омовение просто тела, потому что священник должен был помыться до этого дома. Это было именно ритуальное омовение. И если мы с вами посмотрим на случай, когда человек, вот Писание показывает, становился ритуально нечистым, то увидим, что по сути нечистоту свою можно было скрыть. Ну, например, проказу в начальной форме выскочило где-то пятно, можно было никому не показать. Случайное прикосновение к мертвому или падали, полюцию и так далее. Ну, это можно было не афишировать, это можно было скрыть. Но это, я скажу, что эта часть святости, она хоть и не лежит на поверхности, но это состояние внутренней святости, состояние понимания человека, хождение перед Богом. И я бы назвал это внутреннее святость сердца. И, друзья, мы с вами тоже можем, по сути, скрыть какие-то вещи от людей. Мы можем скрыть зависть, мы можем скрыть лицемерие, непотребство, нечистоту. Это реально. Ну, завидовать себе тихонько. Но мы не сможем скрыть это от Бога. От Него ничего не утаишь. Нам, чтобы входить в Божие присутствие, надо поступать следующим образом. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбить чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам воспасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему камню живому, человеку отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу. Нам надо отложить всякую внутреннюю нечистоту. И как священник омывал свое тело в Йом-Кемпур пять раз, нам надо освящаться посредством слова. И вот пять, это говорит о том, что мы ни утром не встали, прочитали два стиха Писания и убежали, забыли об этом. Нет, нам надо освящаться этот процесс, который будет, надо возлюбить этот процесс, и это делать. Я не буду подводить итог, у меня нет времени, но скажу одно. В традиции Йом-Кемпур есть еще одна очень интересная часть, и я не могу ее обойти, я бы сказал, она наиважнейшая. В Йом-Кемпур священник, Каген священодействовал перед Богом. Он приносил жертву за свой грех, но он, самое главное, его основной задачей было искупление грехов всего народа. И мы с вами священники, и совершаем путь нашего спасения, должны понимать, что это наша не основная цель. Наша основная цель не быть такими Божьими детьми, эгоистами, а наша основная цель это принести наши тела в жертву Богу, служить Ему, став Его соработниками в Божьем плане спасения, понимая, что мы должны преображаться в образ Христа для блага других людей. Бог спас нас именно для этого. И давайте будем приходить к Богу на Его условиях, помня, что мы спасены для спасения других людей. Варуха Шем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok